Ну вот как бывает, фрукты, овощи имеют свой сезон. Так и люди тоже имеют свой сезон. Я к чему это говорю? Потому что мой, этот фруктово-овощной сезон, когда жёлтая пресса меня называла то главным бандитом российского экрана, то главным трупом, когда Шеветкой мне вручал звание заслуженного артиста, 2001 год, и он говорил, Владимир, вам, наверное, лучше не заслуженно дать, а удостоверение заслуженного трупа России, потому что больше вас никого не убивали. Да, я изображал, по-другому не назову, очень много бандитов, но время какое было. С другой стороны, я благодарен политикам, как профессионалам, я не за ситуацию в стране. Сначала была афганская война, компания, назовём так, потом чеченская. С моим типажом я был любимый актёр всех гримеров Советского Союза, потому что так, без всякого, только лёгкий тон, грим не надо. Лёгкий тон тебе, вот Калашникова в зубы, в руки и бегом в кадр. Готовый бандит. Но вот эта эпоха, как я назвал, Ельциномырдинской эпохи, уже отходит. То есть это у меня уже, в этом плане бандитское моё прошлое, оно будущее уже позади, моё будущее бандитское позади. Впереди только и прошлое бандитское. А сейчас я обожаю комедии, я обожаю сказки, я в сказках много снимался, в сказках Юзовского. Обожаю яролаши, я несколько яролашами обыкнула. А поскольку типаж у меня вот такой, какой есть, не переделать. Ну как, всю историю на Руси как? Кто карабасы-барабасы в сеть Бармалеев? Бородатая, чёрная борода, ага, вот он, значит, отрицательный. Светлое-голубоглое положение. Сейчас бандиты уже другие пошли. Я не говорю про ситуацию политическую, просто другие бандиты в стране уже. Они уже белые воротнички, назовём так. Они уже свой первый капитал, который... А которые не зали, всё равно, уже это не те, которые по горам бегают, там с трудом по-русски говорят, Аллах-Акбар, каждую из себя. Нет, 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 это другие сейчас бандиты. Сейчас мне там места почти нету. Хотя осколки долетают до меня ещё. Но тогда, когда были в те времена какие-то сериалы, я говорю о телевидении, то... А редко, когда какой, чтобы так знаковым прошёл, да, и все люди запоминают. Сейчас очень много неплохих сериалов, но они как-то... Для меня они все на одно лицо. Может, я уже отошёл немножко, поскольку я на пенсии, уже мне 65 лет, и кураж к этим зрелищам уже у меня прошёл. Всё это уже как-то не так волнует, интересует. Правда, если кто из друзей снимается, я посмотрю, что представитель скажет, слушай, а вот хорошо, нехорошо и так далее. Потом эти актёры, которые из одного сериала в другой, одни и те же люди, уже путаешься, какой это сериал, ёлки-палки, дом с лилиями, или это кто-то, или тот. Одни и те же. Ну, раньше тоже так было, но не в таком количестве, как сейчас, массово. Потом понятие звёзд меня удивляет. Сейчас что не смотришь, я звезда, там секс-символы, как сказал один, по-моему, Станислав Е. Железович, поголовье звёзд на российском экране превышает поголовье крупного рогатого скота. Хотя спрос на говядину намного выше. А тут все звёзды, ёлки-палки. Они в одном сериале мелькают, у всех звёзды. Ну, понимаешь же, если сериал вон там 68 серий, уже привыкаешь, да, звезда, всё время торчит. Ну, а как изменилось, на ваш взгляд, телевидение и кино сегодня? То есть вот оно ведёт, ну, тенденция к хорошему, к плохому, да, то есть позитивная, негативная тенденция. Вы знаете, мне хочется, чтобы наше кино не по стопам западного, потому что всё, что происходит, я не буду говорить, ах, кто снял его, ну, почему он снял там Сталинград, тот же Мондарчук или что. Всё это, хотя у нас помпой подаётся, но это всё до того вторично. Всё, что сейчас якобы у нас прогрессирует, это вторично. Это всё уже вчерашний, позавчерашний даже день там, на Западе. Потому мне хочется, чтобы наша вот надежда на молодёжь, потому что старики уже отходят наши, они уже особо, хотя, да, они метры, километры и так далее, ну, дай бог им здоровья, но уже ни Данелия, ни Рязанов, ни прочего, они уже ничего лучше, чем было, естественно, не сделают. Это закон жизни. А вот молодёжь, мне хочется, чтобы она брали хорошие у этих гениальных стариков и своим путём, да, и технологию западную тоже осваивать, и шли своим путём, тогда, чтобы у нас был свой, свой путь. Российский, русский путь кинематографии, российский. Не очень хочется. Потому надежда вот на сайт. Слава богу, Георгик сейчас уже сделали, новое здание, так что дай бог, дай бог, чтобы всё вылилось в новую какую-то ситуацию, хорошую, хорошую. А пока на сегодня, на распутье, мне кажется, пока вот, что наше телевидение, что кинематограф ещё оттуда отходит, а куда прийти ещё не знают. Пока метание и суета какая-то. Моё такое мнение.